Республика Сиэтл. Аналогии, параллели и будущность утопии. Статья в журналистской правде за 14 июня 2020 года. Несмотря на то, что в Атланте появился собственный Джордж Флойд, убитый при задержании чернокожей Райшард Брукс, смерть которого моментально запустила уже отработанную реакцию демонстрации беспорядков, концептуально главной американской темой остается автономная зона Капитолийского холма в Сиэтле, с чем ее сравнивать и от чего отличать. Ответ на оба этих вопроса достаточно очевиден. Не так уж много в новейшей истории прецедентов, которые можно было считать аналогами. Сразу приходят в голову два – Республика Фиуми и Красный Май 1968 года. Но главное тут то, что такое сравнение только обнажит всю содержательную нищету Сиэтлской Народной Республики. Стоит оглянуться на исторические примеры, и все леватское свершение в Сиэтле кажется какой-то мышью по сравнению с горами прошлого, не прорывом в будущее, а игрой в загаженной собачьими экскрементами песочницы. Не будем трогать Парижскую коммуну. Дело давнее. Перейдем сразу к Республике Фиуми, детищу итальянских футуристов и поэта-пилота Габриэля Дануцио. Пересказывать всю историю этого безумного проекта длиною в год, который оказался возможным исключительно в обстановке всей европейской неразберихи после Первой мировой войны, смысла нет. Но любой, у кого есть доля сочувствия романтическим пиратам, карнавалу, оргиям и вакханалиям, а также прочему непотребству, не сможет отказать анархическому проекту итальянских ветеранов и декадентов, захвативших хорватский город Риеку в своеобразном очаровании. Конституция в стихах, бесплатная раздача хлеба и кокаина, пиратские, но бескровные налеты на гидропланах на суда в Адриатике и прочей чат-кутежа, в истории 20 века было так много крови, но так мало висели, что уже одно это заставляет вспомнить Фиуми не злым словом. Ничего подобного, конечно же, мы в Сиэтле не видим. На уточняющий вопрос, чего именно не видим, ответить просто – жеста. Красивых, интересных, оригинальных жестов, может быть творческих, может быть насильственных, может быть сюрреалистических, но их короче никаких нет. Пока все сконструировано из готовых идейных шаблонов, которые не самые умные люди собрали, как в конструкторе Лего. Кажется, Майнкрафт поразил современное поколение в самое средоточие мозга и души. Все собирается из готовых блоков людьми с квадратными головами. Кстати, о не самых умных людях. Плавно переходим к маю 1968 года в Париже. Красный май неоднократно называли восстанием интеллектуалов. И дело тут не только в том, что основным революционным классом стало тогда студенчество. Просто к 1968 году молодежь уже оказалась подготовлена целой массой крупных идеологических работ с критикой капитализма, которые наперебой писали все ведущие интеллектуалы от Сартра до Маркузе. Если посмотреть на то, какие именно связаны с Красным майем, и не только абстрактно, но и вполне конкретно в формате участников, то просто мама дорогая. Там была уж точно половина всей прогрессивной тусовки. И Фуко, и Рикер, и Гид де Бор, и... короче, все там были. Соответственно, такой цветник интеллектуалов, если и не породил чего-то конструктивного, зато разродился целым фейерверком эффектных лозунгов, перформансов, символов. Всех этих, оставшихся в истории, будьте реалистами, требуйте невозможного. Вся власть воображению. Под мостовой пляж. И так далее. А что же в Сиэтле? Там и всех деятелей культуры и искусства один рэпер. Этот, как его, который объявил себя смотрящим за порядком. Раз Симон, кажется. Других интеллектуалов как-то не нашлось. Не читает лекции Сартра, не строчит эссе Маркузе. Как ни странно, единственным человеком в час, которого можно более или менее назвать мыслителем, это старая, добрая Анжела Дэвис. Бабушке уже много лет, но она пытается отдуваться за все молодое поколение невежественной антифы. А вообще Америке как-то постоянно не везло с концептуальными прорывами. Сказывался человеческий материал. Студент в Европе, как и в дореволюционной России, это критичная, свободолюбивая, склонная к экстравагантным идеям и уличным дебошам зараза. Студент в США это конформная инфузория, больше всего боящаяся вылететь из универа или колледжа, за который деньги проплачены. Извините, плочены. И его бунт против общества может выражаться в веганстве или очень мейнстримных акциях, типа тех же БЛМ. Очень социально одобряемый тренд, не требующий никакого личностного мужества или поддержки ЛГБТ. Поэтому тогда, в 60-х, весь фонтан идеи споров в Европе докатился до Америки в предельно упрощенной форме хиппизма, для которого не надо ни ума, ни фантазии, а достаточно просто на траве лежать и траву курить. А сейчас надо просто делать то, что тебе подскажут тренды Твиттера или какой-нибудь очередной флешмоб. Поэтому место нормального пассионарного класса студенчества в США заняли черные. О черном, знаете ли, не до философии. У них есть более практические цели, скажем, достижение социального уровня методом лутинга. Но с такими практиками далеко не уедешь. Никакой надежды на то, что капиталистский холм войдет в историю, как пример общества будущего нет. И будущее там толком не представляют, и требования не требуйте невозможного, а возвратить все имущество жителей, хранящиеся в бюро находок полиции. Имущество-то может и возвратят, но где здесь благородное безумие? Где футуристический пафос? Янки, пока во Франции хотели свободы, равенства и братства, вы кипишевали из-за налогов на чай. Вы неисправимы, земляные червяки. Вы обратили внимание, что мы вообще ни слова не сказали о том, сможет ли ЧАЗ показать реальный пример без государственной, общественной самоорганизации, некапиталистического порядка и тому подобное. На все это даже надежд нет. Вам бы с голоду просто не помирить за пару недель. Майдан в Киеве кормили буквально всем оппозиционным мерам. Поток разного рода пожертвований и гуманитарки позволил продержаться Аравии бездомных нахлебников целых три месяца. А найдутся ли здесь такие спонсоры? Так что нет, примеры не покажут. Так что нет, ничем ярким не запомнятся. Даже лучше ни с чем не сравнивать, чтоб стыдно не было. Григорий Игнатов. Специально для журналистской правды. Республика Сиэтл. Аналогии, параллели и будущность утопии.